Но для меня Минск — это городок, а не огромный город. Обычно люди говорят, я думал, это Россия. Даже сейчас некоторые мои друзья спрашивают, как там в России? А я отвечаю, не знаю, должно быть хорошо. Один мой друг как-то сказал, что белорусы очень любят жаловаться. Это почти как вид спорта здесь. И мне так понравилось, что я решил перебраться и жить здесь. Мы сегодня в гостях у мексиканца Рахелли Монроэ. Здравствуйте. Давайте тогда начнем. Вы уже попадали в новость в 2020 году, когда было ковидное время, и вы работали волонтером. Но переехали сюда вы немного раньше. В каком году? В 2018 я переехал в Минск, если быть точным. Что послужило причиной? Если вкратце, я жил в Канаде и там встретил парочку белорусов. Мы вместе играли в футбол, они решили вернуться в Беларусь. Потом, когда я путешествовал по Европе, они пригласили меня к себе. В Беларуси тогда можно было 5 дней находиться без визы. Я согласился, провел здесь 5 дней, и мне так понравилось, что я решил перебраться и жить здесь. Вернемся немного в прошлое. Вы сказали, что жили в Канаде. Как долго? 13 лет. 13? Да, прилично. А потом в Беларусь. А какой была изначально причина переезда туда? Это немного долгая история. Время есть. Когда я был ребенком, мой отец, авиационный инженер, он много работал самолетами, вертолетами. И одна из его поездок была в Монреаль. Оттуда он привез фотографии. В то время я был ребенком. Уже потом, как стал подростком, отец показал мне эти фотографии. Мы просто их разглядывали. Он сказал, там очень красиво. Я тоже сказал, что там красиво. Так что лет в 14-15 у меня появилась мысль о том, что я хочу хотя бы побывать в Торонто. Я отправился туда на полгода-год. И понял, что мне нравится. Потом вернулся в Мексику и оформил все документы для проживания в Канаде. Меня приняли. И вот в возрасте 26 лет я в действительности переехал в Торонто. Прожил там 13 лет. Стал канадцем. Мне нравилось там. Это очень неплохая страна. Могу назвать ее своим вторым домом. У меня там много друзей. У вас уже было высшее образование? Да. Я окончил университет в Мексике. Но в Канаде мне все равно пришлось идти в колледж. В той же сфере программирования. Так что я учился дважды. А какой была ваша жизнь там? Немножко деталей. В деталях? Ну, эмиграция штука всегда сложная. В самом начале ты сталкиваешься с такой преградой, как отсутствие так называемого канадского опыта. Большинству мигрантов непросто трудоустроиться. Поэтому в начале я трудился на так называемых работах на выживание. Почему? Тебе нужно платить за квартиру, покупать продукты. Нужны деньги. Я уже был разработчиком, даже имел какой-то опыт работы. Но работу по этой специальности получить не мог. Поэтому работал немного на стройках, занимался покраской. Какое-то время работал на заводах. Потом перешел в техническую поддержку. После этого я понял, что не найду никакой работы, как разработчик, если не пойду снова учиться. Поэтому я поступил в колледж в Канаде. Учеба заняла год. И это было что-то типа канадского опыта. Так я получил документ, подтверждающий, что я учился в Канаде. Во время учебы в колледже я также работал в страховой компании. Мы разбирались с последствиями наводнений, пожаров, торнадо. Нужно было ехать на место, сдвигать двери, убирать пол, ковры, все вычищать, выносить мусор. На самом деле это даже увлекательно, хотя утомляет. Вот я работал там, пока учился. Мне повезло с тем, что у меня была стипендия. Но ее хватало только на учебу. А надо было платить и за все остальное. Поэтому работал. Было неплохо. Я встретил много хороших людей. После окончания колледжа мне повезло. Один мой знакомый с работы знал человека из сферы программирования. Так что я окончил колледж, меня рекомендовали в ту компанию, и я начал работать. С тех пор работу и не менял. В целом моя жизнь была хорошей, пока на определенном моменте я не почувствовал, что Торонто перестал быть моим домом. После 13 лет? После 13 лет. То есть в жизни многое происходит. Но я не чувствовал. Не хочу говорить плохое о стране, говорю об окружении. Это было не то, что мне нравилось. Не то, что я искал. Поэтому я отправился в путешествие по Европе и в конечном счете оказался здесь. И здесь я действительно счастлив. У вас были друзья из Беларуси, с которыми вы играли в футбол, так? И вы приехали сюда их навестить. Что они рассказывали вам о стране? Ну, я знал только то, что известно всем, что в прошлом Беларусь входила в состав СССР, что она была в руинах после войны. Даже не знаю. Дело в том, что я знал не очень много, только западную сторону, то, что говорят в Мексике. Обычно люди говорят, я думал, это Россия. Да, даже сейчас некоторые мои друзья спрашивают, как там в России? А я отвечаю, не знаю, должно быть хорошо. Уверен, все в порядке. А что? Они говорят, ты же живешь там. Не, я живу в Беларуси. Это не одно и то же. Я вижу разницу. Я просто вижу, что в России другой уклад жизни. Я бывал там как-то раз на чемпионате мира по футболу, в 2018-м в Москве, Санкт-Петербурге. Вообще, это было прямо перед моим переездом сюда. И я вижу различия. То есть... Я всегда говорю, что Мексика и Канада разные, США и Мексика разные. Всегда есть различия между странами. Ведь так? А тогда мои друзья сказали просто, что это прекрасное место, спокойное. Разумеется, как и любой человек, я могу рассказать что-то о хороших сторонах, что-то о плохих, как вы спрашивали, о Мексике и Канаде. Дело в том, что не существует идеального места. Но когда я увидел все своими глазами, подумал, тут мило, жизнь простая, более спокойная. Тут нет постоянной спешки. Перед интервью вы спросили, как мне удается находить время на все. Да, у вас много занятий, но об этом позже. Я не знаю. Просто каким-то образом здесь у меня больше времени. Раз уж мы заговорили об этом, если сравнивать Беларусь, Минск с Мексикой или Канадой, каковы главные различия? Там люди, окружение? Сложно ответить. Поэтому и спрашиваю. Не хотелось бы обидеть своих канадских друзей или мексиканских. Главное различие, например... Ну, я всегда провожу такое сравнение. Уверен, что культура в Беларуси в целом и в Мексике... Не буду говорить о других странах или латиноамериканских странах, но, как минимум, в Мексике, я уверен, представления об обществе, семье, определенных ценностях, гостеприимстве схожи с белорусскими. Я вижу, что мои друзья очень часто общаются со своими родителями. Если ты вместе с ними заходишь к ним домой, тебе всегда рады. Взять, например, мам моих друзей. Ты приходишь в гости, а у них всегда есть еда и тому подобное. В Мексике, быть может, не будет еды. Но если ты зайдешь в гости, тебе точно предложат и то, и это. Это гостеприимство, да. В Беларуси вы вначале холодны. К вам сложно найти подход. А для меня, не говорящего по-русски, тем более. Порой трудно, но стоит только немного повзаимодействовать, разрушить эту стену, и люди становятся приветливыми, дружелюбными. Они очень открыты, помогают во всем. Есть такие друзья, которые пишут, если я не выхожу на связь 2-3 дня. Привет, как дела? Все в порядке. Давай куда-нибудь сходим. Могу представить. Вот это та черта, которая есть и у мексиканцев. А различия? Не знаю. Это только на мой взгляд, и я не хочу, чтобы беларусы меня возненавидели. Один мой друг как-то сказал, что беларусы очень любят жаловаться. Это почти как вид спорта здесь. А что касается Мексики, хотя я давно там не жил, не могу быть на 100% уверен, но, наверное, мексиканцы видят стакан наполовину полным, тогда как беларусы наполовину пустым. Это единственное существенное различие, какое я вижу. Канадцы же немного другие. Там везде иммигранты. Это многонациональная страна, да. Торонто вообще супермногонациональный. Я отметил только то, что там есть, и у тебя не появились лучшие друзья в школе или в университете. Потом очень сложно их завести. Нет, у тебя появятся друзья, и они будут добры к тебе, поскольку канадцы супер вежливые. Себя я тоже считаю в какой-то мере канадцем, но они тебе не откроются, не будут разделять твои проблемы или радости. Они будут добры, и будут общаться с тобой. Вы можете ходить там в бар или на матчи, даже на выставки. Можете, не знаю, потусоваться вместе, но они никогда полностью тебе не откроются. А поскольку я из той культуры, где все наоборот, для меня это сложновато. Конечно, в Канаде у тебя появляются друзья из разных культур. На самом деле, большинство моих были латинцами. Также у меня были друзья из Восточной Европы, потому что мне было комфортно с ними. Мы весьма похожи в плане гостеприимства. Везде есть хорошие люди, мне кажется. Да, просто есть различия. Но это одна из причин, почему я покинул Канаду. Просто на каком-то этапе я почувствовал, что мои друзья двигаются дальше, занимаются другими делами. Так что я подумал, «Ладно, пора и мне двигаться». А что насчет вашей семьи? Насколько она большая? Где вы жили в городе? Моя семья. Я говорю только о родителях и трех сестрах. Это моя ближайшая семья. Четверо детей. Да, нас четверо. Если говорить о моих тетях, дядях, то у нас огромная семья. А вот столько времени у нас нет. Где вы жили? Я родился и вырос в городе Мехико. Моя семья жила там много лет. Сейчас они передвигаются то туда, то сюда, но все остаются в Мексике. Какой была ваша жизнь? Расскажите какие-нибудь моменты из детства. Вот если вас в какой-то момент накрывает ностальгия, вы вспоминаете об этом и чувствуете тепло. Есть такие? Ну, для этого мне нужно кое-что рассказать про Минск. Как-то раз моя мама, не сговариваясь со мной, сказала то же самое, что и я думаю. Минск напоминает нам Мехико где-то в 1980-х или 90-х. Не из-за старости, но потому что там было спокойно, очень чисто, немноголюдно. Даже не знаю, у меня много теплых воспоминаний из Мексики. Особенно я помню, как мы проводили Рождество и Новый год. Пожалуй, такие дни лучше всего запоминаешь. Рождество мы проводили с мамиными родственниками 24-25 декабря. А Новый год с родственниками папы на даче. Это было... В детстве ты не видишь проблем, видишь только хорошее. Там еда, встречи со всеми, разговоры, подарки, разумеется. И, конечно, всегда отмечали религиозный праздник. Три царя или волхва 6 января Три мудрых царя пришли к родившемуся Иисусу, чтобы принести дары. К детям в Мексике ночью на 6 января приходят три царя и оставляют подарки. Они как Дед Мороз или Санта Клаус. Что-то наподобие. Очень схоже. А 7 января все дети вокруг катаются на великах, играют в мяч. Такое чудо. Да, точно. Хорошо, поговорим наконец-то о Минске. Вы переехали в 2018 году. И с чего начали? Нашли квартиру, работу? Нет. Вообще-то, когда я решил переехать, собирался изучать русский и работать на фрилансе. Что я хотел, так это сделать годовую визу и податься в лингвистический университет для изучения языка. Ну и работать на фрилансе. Опыт имелся, так что я рассчитывал на то, что проблем не будет. Но за пару дней до моего отъезда один мой канадский друг рассказал, что у него есть друг из Беларуси, который работает в IT-компании, и он может передать их руководству в моё резюме. Я ответил, да, почему бы и нет. Я не планировал выходить на полный рабочий день, я хотел передохнуть, но всё же отправил резюме тому человеку. Он позвонил, мы пообщались. Потом он спросил, может ли передать резюме руководству. Я сказал, да, конечно. Потом мне позвонили из компании, спросили. У нас было собеседование, и потом они сказали, мы хотим, чтобы вы работали с нами. Я ответил, да, хорошо, но знаете, я бы хотел сделать перерыв на 2-3 месяца, подождёте меня. Они без проблем согласились, так что я поехал на чемпионат мира в Россию, потом вернулся. 2-3 месяца просто путешествовал по стране. Ненадолго выбрался и в Европу, посмотрел те места, которые хотел, а потом вернулся и начал работать. И с тех пор работаю в той компании уже почти 5 лет. Это судьба. Когда совсем не ждёшь. А как обстоят дела с изучением русского? Думаю, в целом хорошо. Я всегда говорю, что мне плохо даются языки. Английский я выучил ещё в детстве, поэтому, наверное, говорю на английском. Когда я переехал в Канаду, нужно было говорить на французском. Поэтому я отправился его учить. И помню, однажды мне преподаватель сказал, «Не пытайся. Ты не можешь говорить на французском. Для меня это сложно». Печально. Печально. Ну да. Но я думаю, тут много причин. Если честно, я немного ленив в плане учёбы. Можно было бы больше практиковаться. Даже нужно. Я забываю слова. Некоторые слова не такие уж сложные. Я даже могу их читать. Но сложно всё это сохранить в голове. И тут мы снова возвращаемся к вопросу практики. Но так как я говорю на английском, на испанском, всегда могу общаться или взаимодействовать с людьми. С друзьями на английском говорите? На английском и испанском в зависимости от человека. А когда они на русском говорят? Понимаете? Да. Порой. Иногда я понимаю больше, чем они думают. Тогда я такой «Обо мне говорите?» Как правило, я понимаю. Смешно, но порой я могу понять полностью всю беседу, о чём они там говорят. А иногда ничегошеньки не понимаю. Просто вообще понятия не имею, о чём они там говорят. Но мне нормально. Могу обойтись и без русского, хотя мне нравится язык. Он очень мелодичный. «Давайте перейдём к части о ваших, не знаю, вторая-третья работы или хобби. Вы изготавливаете мебель?» «Да, пытаюсь». «Какие предметы в этой комнате сделали сами?» «Я сделал подставку под телевизор, под колонки и под бутылки». «А это не ваше?» «Это нет, к сожалению. Я бы хотел сам такое делать, если честно, но не уверен как». «Может, в будущем?» «Может, в будущем я изготовлю что-то типа такого. Я бы хотел. Я хотел бы сделать что-нибудь наподобие того, что у меня за спиной, но, к сожалению, сейчас для этого нет места и всех нужных инструментов. Например, вот эту часть сделать достаточно просто, раз я как-то справился. Но порой нужно спрятать какие-то детали, а для этого нужны специальные инструменты». «Сколько по времени это занимает?» «Вот это заняло у меня три дня, это заняло полдня. После работы занимался». «Не так уж долго». «Да, если ты знаешь, что хочешь сделать, можешь легко это представить. Порой самая сложная часть – резка и ожидание после покраски или нанесения клея. ожидание тоже занимает время. Но опять-таки, если у тебя есть представление и место для работы, все не так сложно». «А как вы научились этому ремеслу?» «От папы. Помню, еще с детства. Мой папа очень хозяйственный человек, многое может. Помню, он изготовил наши детские кровати, а я помогал. Я видел, как он использует инструменты. Он всегда меня учил, как не пораниться случайно. С инструментами следует быть очень осторожным. Особенно с современными. Они очень мощные. Так что да, я научился у него». То есть это наследственное? Да. Ваше третье работа или хобби, не знаю, как назвать, вы готовите мексиканские соусы. Расскажите, как к этому вообще пришли? Ну, главная причина в том, что я порой скучаю по мексиканской еде. Одна из основных составляющих мексиканской кухни – соусы. Соусы ведь не обязательно про остроту, но также про специи. Я поговорил со своей подругой, поделился с ней идеей и она сказала «Неплохая мысль, так мы начали продумывать, как воплотить это в жизнь». И поскольку работать нужно было с теми продуктами, которые есть в Беларуси. И мы остановились на трех видах соусов. Сальса роха, пережаренные бобы и гуакамоле, которые многие знают. один основан на томатах, один на бобах и один на авокадо. Мы думали, как это сделать, количество, объем, бренд. У меня всегда была идея о создании бренда. Он называется «Я Мексикан». Это игра слов. Но также это мои инициалы. Рохелия Монрой. «Р» как русское перевернутое «Я». Звучит гениально. Не знаю, как не заметила этого. Да, моя сестра графический дизайнер. Я обратился к ней, потому что хотел иметь свое личное лого, которое можно было бы использовать для разных целей. И она сделала лого просто для Рохелия Монроя. А потом, когда появились соусы, я обнаружил, что это также буква «Я». Так почему бы не использовать его для «Я Мексикан». Такая простая гениальная идея. Да, вот мы начали это делать. Было не очень-то легко, но мы подошли к делу ответственно. Сейчас это как ремесленный бизнес. Мы можем продавать в маленьких магазинчиках, собираемся это сделать. Но я переезжал на другую квартиру, поэтому процесс пришлось затормозить. А потом мои родители приехали. Много что останавливало меня, а сейчас мы собираемся заново запуститься. И я стараюсь изо всех сил, чтобы принести вкус Мексике сюда. Порой это возможно, порой нет. Есть и другой затормаживающий фактор. Белорусы боятся. Соусы ведь нужно есть с начос. Но вы и начос готовите. Нет, начос не готовим. К сожалению, нет. Это долгий процесс. В будущем может попробуем, но пока не знаем. Но суть соуса в том, этому я пытаюсь научить людей, что их нужно смешивать с едой. Не только с начос. Тогда будет другой вкус. Но это сложно. мы начали интервью с опоминания вашей волонтерской деятельности в ковидные времена. К этому вы как пришли? Просто одна моя подруга, ну, когда в мире случился ковид, я видел, как тяжело приходилось людям. Моя идея была в том, чтобы внести пожертвования. Так что я спросил подругу, можем ли мы сделать нечто подобное. И она ответила, я поищу, куда можно пожертвовать. опять-таки на тот момент я почти не говорил по-русски. Она нашла такое место, это был Красный Крест, и она сказала, что мы можем внести пожертвования или можем стать волонтерами. Вообще-то она сказала, ты можешь стать волонтером, а я согласился. Да, я бы хотел стать волонтером, вместо того, чтобы просто совершить пожертвования. Даже не раздумав или сразу взяли и согласились? Ну, мы не так много могли сделать, особенно учитывая, что здесь не было локдауна. Я сказал, что хотел бы помочь, потому что я видел Мексику, видел Канаду, с чем они столкнулись. Так что представлял, как людям должно быть сложно, и подумал, почему бы не попробовать что-то сделать. Подруга сказала, что поможет мне, особенно с русским. она стала волонтером вместе со мной. Было очень интересно и приятно, поскольку большая часть нашей работы состояла в том, чтобы мы забирали из поликлиники рецепты и относили их к пожилым людям, чтобы им не приходилось самим выходить. Но иногда это не было обязательным, но иногда мы сами покупали лекарства и еду, если они просили. А иногда, как я говорил ранее, они открывали двери в квартиры, приглашали войти выпить чаю, и ты не мог отказать. Проблема в том, что отказать невозможно. Мы объясняли им, что пришли с улицы, боимся заразить их ковидом, а они отвечали, ничего, ничего, порой мы оставались. Им просто важно с кем-то поговорить. Да, я понял, что большинство из них, опять-таки, некоторые из того, что они рассказывали, я не понимал, но я встречал людей, которые, например, рассказывали о военном времени или о своих детях, чем те занимаются. Я думаю, они просто хотели общения, а послушать не проблема. Вы их понимали? Моя подруга иногда переводила, а порой было и так понятно, потому что, например, некоторые люди показывали фотографии, что вот здесь-то и здесь. или что-то типа того. Несложно было понять, о чем они говорят. Я не помню, как долго мы этим занимались, какое-то время, но было приятно от того, что мы можем помочь людям. Не знаю, смогли ли мы что-то изменить, быть каким-то образом полезными. мне кажется, пожилым людям важно, чтобы с ним кто-то разговаривал. Это большое дело, и я полагаю, это хороший способ ближе познакомиться с менталитетом, историей, ведь эти люди многое видели. Да, ты мог видеть, например, как они живут, их квартиры, ремонт в старом стиле. В целом было очень интересно с ними познакомиться, так что я счастлив. Это было в Минске? Да, в Минске, все в Минске. Как часто бываете дома? Стараюсь выбираться хотя бы раз в год, если это возможно, поскольку там постоянно что-то происходит. В этом году была свадьба моей сестры. В прошлом я ездил смотреть Формулу-1 со своей семьей в Мехико. В позапрошлом не знаю что-то. Всегда происходит что-то такое, из-за чего мне надо лететь. Родители не переживают из-за того, что вы так далеко? Нет, все в порядке. В начале они не совсем понимали, почему я решил переехать. Я все объяснил. Не то, чтобы я спрашивал разрешение, я попытался объяснить, для чего это делаю. Они обычно очень поддерживают меня. И вот, как я уже сказал, недавно они провели здесь почти месяц. Они посмотрели Беларусь и я думаю поняли, почему мне здесь нравится. А что вам больше всего нравится в Беларуси? Почему не переехали бы? Спокойствие. Не странно ли это, что мексиканцы притягивают спокойствие? Это сложно в полной мере объяснить. Но вот, например, я все-таки вырос в Мехико, одном из крупнейших городов мира. Потом переехал в Торонто, которые заполнены людьми, и там много иммигрантов. Потом переехал сюда. И даже если тут много людей, нет ощущения такой уж многолюдности. Наверное, это прозвучит плохо, а я не хочу никого обидеть, но для меня Минск это городок, а не огромный город. Но тут есть все, что нужно, и другого мне не надо. Хочешь пойти в супермаркет? Вот тебе супермаркет. Хочешь еду? Кино? Вот тебе еда и кино. Хочешь развлечься? Вот тебе развлечение. Хочешь пойти в театр? У меня тут большой под окнами. Хочешь спортивных матчей? Можешь сходить на футбол, на хоккей. Хочешь почитать книгу? В библиотеке огромный выбор. Хочешь что-нибудь купить? Есть магазины. Тут есть все то же, что и в большом городе, но нет толкучки. Ты можешь повсюду добраться за 30 минут без проблем. Даже если нужно воспользоваться общественным транспортом. Хорошо. Я люблю общественный транспорт. Вопрос номер последний. Вы чувствуете себя здесь как дома? Да, да, определенно. Могу объяснить это только тем, что каждый раз, когда уезжаю в Мексику или Канаду, говорю об этих двух местах, потому что там провожу больше всего времени, по 2-3 недели. На каком-то моменте я хочу вернуться. Говорю себе, ладно, поехали домой. Правда, хочу домой. Так что да. Спасибо вам огромное. Вам огромное спасибо.